Ежегодно участники проекта «Вахта памяти» возвращают солдат Великой Отечественной войны своим семьям. Еще одно имя было отвоевано у времени усилиями поискового отряда Десногорска за Родину. Поисковые работы проходили с 26 апреля по 3 мая в Ельнинском районе. Именно здесь были найдены останки 20-летнего лейтенанта, уроженца Свердловской области Якова Шевелева. Установить личность и судьбу погибшего красноармейца удалось сразу. Для поисковиков это большая редкость и удача. Помог в этом солдатский медальон – листок бумаги с данными о солдате, хранившейся в металлической коробке. Не передать чувства, когда находишь, это сильно такие чувства, особенно если у солдата медальон, там вообще радость переполняет. Я не могу передать, какие у меня чувства были, прям, ну, шок, как бы, ну и радость, что нашел еще плюс медальон и прочитался полностью вообще. Передача «Останков» состояла 7 июня в историко-краеведческом музее города. При этом событии присутствовали бойцы поискового отряда «За Родину», руководитель межрегионального поискового движения «Костер» Николай Красиков и ветеран войны в Афганистане, начальник поискового штаба «Высота» Игорь Журавлев. Это наша высшая цель, когда мы находим бойца, мы находим полностью его историю, поведенную базой данными. И факт передачи бойца является как раз основанием того, что он пришел на Родину. Бойцы поисковых отрядов считают свой долг выполненным только тогда, когда найденный имя солдат обретает имя и семью. И для этого ничего не жалко. Чтобы обнаруженный красноармеец вернулся домой к своим родным, поисковикам предстояло проехать 2400 километров. Яков Ильич должен будет преодолеть это расстояние в обратном порядке фактически через те же города, через которые он шел, но и освобождая их. 41-й год – год сложный, 41-й год – год кровавый. И, к сожалению, очень немногие обретут свои имена. Яков Ильич среди тех немногих, что будут у покоя на Родине. Через три дня пути, 10 мая, Яков Шевелев был доставлен в родной край. Там его встречали, как и положено, герою – парадом и цветами. Десятки жителей Туринска вышли на улицу города, чтобы выразить свою благодарность вернувшемуся герою и предать останки солдата родной земле.